МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! И вначале о главных темах выпуска. Горячей воды не будет еще неделю. Но закончится ли на этом ремонт? И придется ли нам платить за услугу, которой нет? Подробности в материале Кристин. Готовность номер один. Насколько защищены школы города от террористического захвата? Спросила Ольга Арсенукаева. Учителя не хотят идти в школы, а воспитатели в детские сады. Почему в стране кадровый дефицит педагогов? Выясняла Евгения Жировова. И в начале выпуска о наболевшем в мэрии вновь перенесли сроки подачи горячей воды в Октябрьском районе. И когда все-таки это произойдет, и в чем причины задержки? Об этом в материале Кристины Сосниной. Не потерпим сейчас, замерзнем зимой. Это основной посыл чиновников. В прошлом сезоне только на Ключеской 4 порыва. Ежегодно на латание дыр и частичную замену труб уходило не больше 100 миллионов рублей. В этом году в 6 раз больше. Магистральные участки капитально ремонтируют впервые за 40 лет. Конечно, возникают технологические вопросы в ходе работ, которые не предусмотрены в проектной документации. Дать воду планировали еще 12 августа, но сроки снова переносят. На Сахьяновой собрались заменить 30% лотков, но их там просто не нашли. Пришлось строить заново. А на Ключевской систему во время подъема уровня воды в Селенге затопили грунтовые воды. Очевидно, и не заметили, что трубы уходят под проезжую часть. Но дорогу здесь сделали буквально месяц назад. Но не переживайте, трогать ее не будут. Трубы обещали положить параллельно. Но на это потребуется больше времени и средств. Из-за спешки и объемов привлекли всех подрядчиков в городе. Но рук все равно не хватило. Участки получила даже организация, которую до этого внесли в списки недобросовестных подрядчиков. Здесь вообще на тепломагистрале только одна была заявка. Больше никто не подался. Понижение цены, главный критерий, выиграла компания. Мы постарались отработать, чтобы работали все наши местные на субподрядах. Проверенные организации, СМП-10 и прочее, с большим опытом. Их не так много. Несмотря на продолжающуюся работу на тепломагистрале номер два, жителям советского района горячую воду обещали дать к концу этого дня. А вот что касаемо проезжей части, для автомобилистов ее обещали открыть не раньше, чем к концу недели. Будет горячая вода в ближайшие сутки и в 93 домах Октябрьского района. По улице Бабушкина, в верхней части Терешковой, на Павлова, Солнечной частично, на улицах Спартака и Зуи Космедемьянской. В остальные 623 дома вода придет позже обещанного. Давайте уточнимся. Мы с 17-го завершаем сварочные работы, начинаем заполнение. Срок у нас все-таки подачи в дома 20-го. Самое плохое, если мы опять обозначим сроки и не выполним. Последний рубеж вечер 20-го августа. На этом ремонт для жителей Октябрьского района не закончится. Работать будут на бульваре Карла Маркса. Правда, горячую воду отключать планируют на час-два. Также пообещали, что за пустые трубы жителям платить не придется. Зато потребуется запастись терпением. В следующем году ремонта будет еще больше. Нужно освоить 900 миллионов рублей. Кристина Соснина, Вячеслав Цибиков, телекомпания «Ариус». Вовсю готовимся к 1 сентября. Школы Бурятии проверили на пожарную безопасность. Пока принять учеников готовы 70% заведения. А могло быть еще меньше. В школах недостатки исправляли прямо во время проверок. Приемку школ пожарной начали еще 13 июня. Но не все директора отнеслись к ней ответственно. В ходе проверок выявили более 100 нарушений. 13 должностных лиц привлекли к административной ответственности. Основными нарушениями, которые выявляются в ходе проверок, это, конечно, неисправность источников наружного противопожарного водоснабжения, неисправность автоматической пожарной сигнализации, захламление территорий, противопожарных разрывов. Оценку удовлетворительно получили 325 школ, более 130 пока на карандаше. Как отмечают пожарные, свои двери школы смогут распахнуть только при стопроцентной пожарной безопасности. Но не только она в приоритете. Проверяют школы и с точки зрения антитеррористической безопасности. В этом году город выделил беспрецедентную сумму. На что потратили деньги, смотрите в нашем следующем сюжете. Был нарушение по видеонаблюдению. Архив ввелся менее 30 дней, и камеры были только внутренние. Постранили замечания. Проведено свыше 30 проверок действующего законодательства. Пять охранников привлечено к административной ответственности. То есть это несение службы без удостоверения частного охранника. Каким образом нужно контролировать каждого ребенка, пропустить результаты и посмотреть? У нас утра дежурит дежурный администратор. 7.30 утра вахтер, сотрудник частной охраны «Тигр». Получается дежурный учитель. Мы всегда здесь на местах смотрим. Если что-то подозрительное, мы, конечно, возвращаем. Не только о безопасности думают сейчас директора школы, вместе с ними и заведующие детских садов. Ломают голову, где взять специалистов. Кадровая дыра в учреждениях в 500 человек. Профильный комитет разработал дорожную карту. На нее вся надежда. Но удастся ли решить проблему, накопленную годами? В теме разбиралась Евгения Жировова. Молодые не идут в школы, опытные бегут. Учителей-предметников не хватает повсеместно. Вот и в Улан-Удэ. В 2018 было 100 вакантных мест. Сейчас в два раза больше. У нас, конечно, остро. Требуются учителя английского языка. Работают переводчиками. Молодое наше поколение не желает идти в школу. На сайте центра занятости десятки вакансий для учителей-предметников. Заработная плата от 13 до 22 тысяч рублей. Даже у слесаря и кладовщика больше. Но, судя по форумам в интернете, педагогов от школы отпугивают не только зарплаты. В обычном и электронном журнале записи дублируются. Зачем? Эта формальная писанина выматывает. Много лишней работы. Бегаем на демонстрации, митинги, сидим на выборах. Бывшие педагоги уходят в разные сферы. Даже среди известных людей немало учителей. Они есть в политике, в КВН и в медиасфере. Наш коллега Никита Карабенков тоже некогда работал учителем. Зарплата была, первый год моей работы в школе, была 7 780 рублей. То есть то, что учителя зарабатывают по 30, по 40 тысяч, это действительно правда, действительно так и есть. Но просто чтобы зарабатывать, мои старшие коллеги, они работали в три смены. Вот всего, которые прошли на бюджет, и вот список тех, кто не прошел на бюджет. И так по всем специальностям. В педколледже ежегодно 4 человека на место. Больше половины выпускников идут в школы и сады. Но не все остаются. Эти девушки уехали в Питер. Здесь не стали работать? Нет. Платят мало. Неблагодарная работа. Нужен целевой набор, чтобы школы сами курировали студентов. Но из 50 целевых мест половина пустует. Ну нет такой кадровой политики, я считаю. Сейчас придет сентябрь, и директора школы будут с воем тут стоять и говорить, дайте мне учителя. Я у них всегда спрашиваю, а сколько студентов учатся из вашей школы? Ни одного нет студентов. А кого вы хотите-то к себе в школу взять? То же самое в дошкольном образовании. В детском саду Мулан-Удэ требуется 180 воспитателей и 90 педагогов. Идти не хотят. Работа тяжелая, зарплата маленькая. Но открыто об этом не говорят. Официально зарплата 30 тысяч. Проблема все-таки в том, что нет людей со специальным дошкольным образованием, педагогическим. Поэтому мы отработали списки. У нас есть уже кандидаты, которые пойдут на профпереподготовку. Профильный комитет разработал дорожную карту. Новые сады уже укомплектованы на 70%. Говорят, решается проблема и с педагогами. Мы привлекаем людей, которые хотят работать воспитателем в наших садах. И они неплохо идут. Когда-то, может быть, они ушли из профессии педагога. Сегодня они возвращаются. Ежегодно в преддверии 1 сентября в школах города мы закрываем 70%. Это только учителя, которые переехали к нам из сельской местности. Но вскоре и сельские кадры могут закончиться, если заработает программа «Земский учитель». Поэтому сейчас в БГУ и в педколледже увеличено количество бюджетных мест. Педагогам хотят давать льготную ипотеку и строить общежитие. Уже официально подсчитано. Если не принимать мер, через 10 лет в России будет пустовать 200 тысяч вакансий педагогов-предметников. Евгения Жировова, Валерий Чедопов, Борис Геленов, телекомпания «Аригус». Это программа «Восточный экспресс». Смотрите далее. Перекрыли дорогу. Почему жители частного сектора решились на такие вот меры, расскажет дежурный по городу. С момента первого упоминания и до сегодняшних дней освежим в памяти историю ООНУД вместе. О момент основания города вспоминал Сергей Смоленинов. Операцию по спасению от туриста провели в Акинском районе. Одинокого мужчину, нуждающегося в помощи, обнаружили другие покорители горы и сообщили в МЧС. 75-летний экстремал из Иркутска в Нижнеудинск отправился в горы один. Перед походом не зарегистрировался. В пути неожиданно обострилось его хроническое заболевание. Передвигаться самостоятельно мужчина уже не смог. В таком состоянии в ущелье Ахарбон его обнаружил участник одной из туристических групп. На помощь вылетел Ми-8 с тульскими спасателями на борту. Они устраняли последствия наводнения в Тулуне. Пострадавшего благополучно эвакуировали в Иркутск и передали медикам. И еще об одном ЧП. Мотоциклист пал в кому после ДТП, которое сам испровоцировало. 48-летний житель Заиграевского района без прав и мотошлема выехал на мотоцикле из Усть-Бряни. На трассе он не справился с управлением и опрокинулся в состоянии комы. Его доставили в медицинское учреждение. Но даже наличие прав не гарантия того, что за рулем обученный водитель. Ответственность за подделку документов ужесточили. За купленные водительские удостоверения можно угодить за решетку. 6 августа свободой могут поплатиться те, кто использует поддельные справки, дипломы или права. Если раньше под статью попадали только изготовители поддельных корочек, то теперь отвечать по всей строгости закона будут и покупатели. Зачастую преступники подделывают дипломы об образовании, водительские удостоверения, также различные договора купли и продажи транспортных средств, к примеру. При расследовании уголовных дел устанавливается, что, как правило, данные факты вскрывают сотрудниками полиции. Преступники у нас размещают данные объявления на различных сайтах сети интернет, получают денежные средства от 20 до 50 тысяч. Но при такой сделке гарантий нет. Зачастую с продавцом лично вы не встретитесь. Документы он передает с посылкой, а деньги получает онлайн-переводом. Использование подделки может грозить как принудительными работами от года, так и реальным сроком до трех лет. Лишь за первое полугодие в Бурятии возбудили 49 уголовных дел. Чаще всего в республике пользуются поддельными водительскими удостоверениями. И вновь сели в лужу. Частный сектор не прошел очередную проверку стихии. Обрушившийся накануне на столицу Бурятии дождь в отдельных районах города стал настоящим бедствием. По одному из сигналов выехал дежурный по городу. У меня все. Водопад, мостик, ручей и баутцы. Не прелести ландшафтного дизайна, а так сказать спасительные меры. Именно так жители Южлага пытаются сохранить свои дома и огороды. Дождь прошел еще накануне, а вода топит людей до сих пор. Это сарайки. Вот уровень воды. Все вчера стоял здесь. Ну и дальше вот я попыталась откопать. Вот туда я на дальний огород ушла. Ну я так думаю, что пол поля картошки мне придется оставить так. Потому что есть скорее всего будет невозможно. При этом этой водяной проблеме уже несколько лет. И на жалобы жителей чиновники никак не реагируют. А потому спасением утопающих, как и в поговорке, занимаются они сами. К примеру, эту грядку подняли практически на метр, чтобы получить хоть какой-то урожай. Дедушка благодаря своей щедрости сделал вот эту трубу, поставил, чтобы не наполнялась лужа. И направил ее, чтобы не заливало всю территорию. Это лужа. Ну вот сколько мы здесь живем. Мы выросли и состарились здесь. И дети наши выросли. Она так и есть. И никому ничего не надо. Вода в лужах стоит. Никуда не уходит. Потому что дно уже заелилось. И она стоит, и машины ездят. И просто захлестывает во дворы людям. И как дождь, так у нас бедствие. И как дождь, так бедствие. Вон вода, вода вся в ограде у нас. Смотрите. Приходится загораживать здесь. И если была бы это просто вода. Вместе с ней стекается сюда и мусор, и нечистоты со свалок и туалетов. Чтобы это все не попало. В дома люди возводят вот такие вот дамбы. И так окапывается здесь практически каждый двор. Вот сейчас выборы скоро. Каждый день ходят, листовки эти носят. Те, кто лезет во власть, пусть они. Большая просьба. Пожалуйста, обратите на нас внимание. Пока власть в себе действует, люди надеются на хорошую погоду. Что солнце подсушит грязь. И она исчезнет. Правда, до следующего дождя. Но мы все же выясним, кто же обязан здесь навести порядок. А если вы столкнулись с трудностями, звоните дежурному по городу. Будем разбираться вместе. Мария Красикова, Виктор Горновской. Телекомпания. Оригус. Этнографический музей объявил о сборе ботвы. Зелень планируют использовать для корма животных. Однако не вся трава подойдет для этих целей. Под запретом городская зелень. Со слов специалистов, она грязная и загазованная. И может, наоборот, навредить животным. Подходят для кормов ботва моркови и свеклы, капустные листы, яблоки или ранетки. Делаем анализ первого класса. По всем показателям. По белку, по углеводам, по зойности, по сырой клетчатке. Все должно быть первого класса. На траве должно быть. У нас олени очень капризные. Они едят только хорошую траву. Ботва моркови, она очень витаминная. Яблоки, ранетки тоже можно приводить. При этом специальных хранилищ для такого корма у музея нет. Склад небольшой, поэтому сбор объявили ограниченный. Всех желающих помочь предварительно просят позвонить и проконсультироваться с сотрудниками музея. А знаете ли вы, когда заработал этнографический музей? И вообще, насколько хорошо знакомы с историей города? Почему гостиные ряды строили полвека, когда по улицам проехался первый автомобиль? В истории столицы много интересных событий. Ко дню города расскажем о них в специальной рубрике. Вместе освежим в памяти все самое важное. И начнем, конечно, с основания. На дворе шел 7174 год от сотворения мира. Ну а как вы думали? До перехода на привычное нам летоисчисление указом Петра Первого оставалось еще 34 года. Казаки из Енисейского острога направились возвращать беглых людей в царское подданство. Экспедицию возглавили Осип Васильев и Гаврила Ловцов. Через год они отписали своему воеводе следующие строки. Было призвано великим государем в ясачный платеж коренкурского рода иноземцев тунгусских 25 человек. Для тех новых призовных иноземцев поставлено ясачное зимовье на устье Удырики. В 1665 году было построено это зимовье, то есть было начато его строительство. А в 1666 году оно стало уже как полноценной административной единицей. Поэтому вот эта дата является официальной все-таки на настоящий момент. Удинское зимовье поставили для сбора ясака с местного тунгусского населения. Но место идеально подходило для строения побольше. А в тех местах от реки Уды места самые добрые и конские кормы хорошие, и солонцы многие. И подли реки Уды мощно и острог ставить, и суды делать, и место хлебородного сыскать мощно. Оказавшись на перекрестке основных транспортных путей Восточное Забайкалье, Монголию и Китай, Удинское зимовье приобрело важное стратегическое значение и стало острогом. Кругом амбаров острог поставлен, а на двух углах на прибойных местах поставлены башни две. А на двух других углах выведены были ворота проезжие, а острог поставлен в крепком месте. В сентябре 1687 года в Удинский острог прибыл Федор Головин. В дальнейшем один из ближайших сподвижников Петра Первого. Через два года ему предстояло заключить Нерчинский мирный договор с Китаем. Трем полкам московских стрельцов, прибывших вместе с ним, разместиться было негде. И Головин приказал строить новые избы. Ну а в ожидании неприятельского войска острог значительно расширили и построили деревянный город. Так в 1689 году здесь появился град Удинский. И именно благодаря его влиянию это место стало приобретать статус города. Именно он предложил название Верхневудинск. То есть до его делегации фактически это было просто как небольшое поселение, где жили казаки, жили несколько крестьян. Уезжая, Головин оставил в Удинске около тысячи служивых людей. После мирного договора вокруг крепости стали появляться свободы. В 1730-е град переименовали Верхневудинск, чтобы не путать с Иркутским тезкой. В 1775 году по указу Екатерины Второй Верхневудинск наконец получил статус города и герб. А еще через 8 лет он стал уездным городом Иркутской губернии. Это окончательно сделало его административным, культурным, военным и торгово-промышленным центром западного Забайкалья почти на 200 лет. Сергей Смоленинов, Борис Деленов, телекомпания «Аригус». Лучшего вожатого выбирают в Бурятии. Представители загородных лагерей республики соревнуются в умении обучать и развлекать детей. Победителя ждет денежный приз. За главным этапом конкурса наблюдала наша съемочная группа. Задача пройти в зону задымления, чтобы не потеряться в смоге. Нам нужно всем взяться за ручки. Это не учебная тревога, а этап конкурса вожатый год. Дмитрий выбрал самую актуальную тему – лесные пожары. Заодно напомнил детям, как вести себя и при бытовых возгораниях. И показал своему отряду, как правильно высаживать деревья. К участию в конкурсе шел все три года работы в огоньке. Я мечтал об этом. Это новый рубеж для меня, как для профессионала. Хочется развиваться, хочется получить новый опыт. В дальнейшем хочу связать свою жизнь с педагогикой. Хочу работать с детьми, полностью отдаться им. Путь педагога выбирают многие участники конкурса. В этом году лучшего вожатого назовут уже в 13-й раз. За победу борются 11 участников со всей республики. Этап отрядное дело – самый сложный. Каждый показывает домашнюю заготовку с детьми, которых не знает. Каким должен быть лучший вожатый? Крутые. Они должны играть с нами, помогать нам. Я не знаю. Я пока еще не понял. Он должен быть умным, правым, сильным, творческим. Не, если я забыла. Он должен разрешать, чтобы есть конфеты, веселиться, беситься. Жюри вряд ли руководствуется такими критериями. Участникам предстоит показать себя в пяти этапах. Победитель получит 30 тысяч рублей, но организаторы считают – деньги не главное. На самом деле конкурс для ребят – это большой толчок для развития, возможность посмотреть, как работают вожатые в других детских лагерях и затем использовать эти методики в своей работе. Лучших вожатых направят для работы в Артеке, Океане и других крупных российских лагерях. Конкурс продлится до 14 августа. Ирина Эрмин, Сергей Смоленинов, Виктор Горновской, телекомпания «Оригус». Они тоже соревнуются на полном серьезе. Чемпионат Республики по пляжному волейболу проходит в Бурятии. Первыми в борьбу за медали вступили женские команды. Смотрим, как это было. Для бурятских пляжников наступила горячая пора. За чемпионское звание среди женщин соревнуется 28 команд. Но нынешний турнир по волейболу – это не только противостояние представительниц прекрасной половины. В программу вошли и встречи смешанных сборных. Выяснят, кто лучший, и команды ветеранов. На импровизированную площадку выйдут те, кому за 35. В Логинском районе мы играем классический волейбол, не пляжный. Конечно, сложнее в пляжный волейбол играть. Почему? Потому что мы уже привыкли, правила другие уже. Передачи верхние нельзя принимать. Приходим, отдыхаем, конечно. И физическая нагрузка, и также отдыхаем душой и телом, как говорится. В пляжном волейболе строгий игровой этикет. У каждой команды есть право на три удара. Причем ударом считается касание мяча любой частью тела. Два удара подряд от одного и того же спортсмена – ошибка. При этом мяч также категорически запрещено хватать и бросать. Для пляжного волейбола площадка на метр короче и на метр уже. Еще одно различие – это мячик. Мячик чуть легче, чуть больше. Соответственно, его проще маленько принимать. Победители чемпионата Бурятии объявят в это воскресенье, 18 августа. Игры проходят ежедневно на набережной Селенги напротив Святой Адигитревского собора. Сажанна Мердгеева, Алексей Турубов, Вячеслав Цибиков, телекомпания «Арегус». Информационная картина дня будет неполной без рубрики «Сфера и интересов». Не пропустите полезную информацию. Я прощаюсь с вами до завтра. Спасибо за внимание. Лето почти пролетело, но его можно отпустить без сожаления, если вы готовы к холодному сезону. А уж если это будет новая шубка в гардеробе, то зиму можно и поторопить. Вновь у Лана Д. «Зимняя сказка» – выставка только российского меха. Отличная новость. Мы приехали не только с богатой коллекцией меховых изделий, но и со скидками. Уже сейчас вы можете приобрести шубу мечты и сохранить до 40% от ее стоимости. По традиции «Зимняя сказка» приехала в гости с подарками. Это огромный выбор и разнообразие меха, а еще новинки сезона. Встречайте и наслаждайтесь шубки из мутона керли. Объемная, но легкая такая овчина не просто сохраняет тепло, а делает это красиво. Цветная норка от 58 тысяч, шуба из кролика Рекса – 10 тысяч рублей, мутоновые изделия – всего по 7 тысяч. И главное – все покупки доступны в кредит. Мои друзья посоветовали прийти в «Зимнюю сказку». Здесь очень приемлемые цены. Я уже приглядела несколько вариантов и практически определилась с выбором. Продавцы-консультанты очень помогают. Позвольте себе меховое удовольствие от проверенного производителя. «Зимняя сказка» будет работать в физкультурно-спортивном комплексе до 25 августа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова